Как один удачный кадр привел ветеринара из горного края к вершинам самой высокогорной страны мира. Врач из Махачкалы Амар Пакалов стал победителем всероссийского фотоконкурса «О высоком». Благодаря российскому изданию всемирно известного журнала National Geographic ветеринар получил известность и выиграл поездку в Непал. Об истории красивых кадров и впечатлениях после необычного турне он рассказал нашему корреспонденту Алине Багиловой. Неожиданным путешествием в Непал обернулся для Амара Пакалова живописный кадр, запечатлевший перегон овец на летние пастбища в горах около родного селения Чох. Впечатления от поездки в одну из самых высокогорных стран мира, по словам ветеринара, просто невероятные. Программа у нас была очень насыщенная и все эти 7-8 дней нас сопровождал гид и предоставили автомобиль. Ну а водители и гид. Это не была какая-то групповая поездка, это индивидуально. Ну в моем представлении Непал это горы. Были горы, думаю, ну горы, горы, Дагестан, вижу горы. Ну оказалась на самом деле такая разнообразная страна от субтропиков до ледников. Амар успел полюбоваться не только прекрасными видами гор, необычной архитектурой и яркими костюмами местных жителей, но и диковинными животными в национальном парке Непала. Поездка была насыщенная. Плавание на каное по реке с крокодилами, сафари-тур на джипе для встречи с безобидными оленями и опасными бенгальскими тиграми. И главное, все это нужно было еще успеть запечатлеть на свой фотоаппарат, где каждый кадр остался приятным воспоминанием. Удивило Амара и сельское хозяйство Непальцево. Точнее, то, как красиво и умело удается им выкраивать клочки пахотной земли. Даже на крутых склонах самых высоких гор в мире – Гималаев. Там у них, конечно, и агрокультура очень развита, и террасное земледелие. Думаю, как будто в Дагестане побило. Если не апельсины и пальмы вокруг, то ощущение, что где-то с гунивой, с чехой гуляешь. Казалось бы, горы – это единственное, что объединяет Непал и Кавказ. Но, как оказалось, наш прославленный поэт Расул Гамзатов неоднократно посещал эту страну, где были написаны две поэмы, которые переведены и на непальский язык. Там, в высокогорном поселке, в честь поэта установлен бюст мастера слова. Там бюст Расулу Гамзатова, который был обнаружен на высоте около 2000 метров, который, можно сказать, смотрит на Гималайя. По словам Пакалова, непальцы очень добрые и приятные люди со своей первозданностью и самобытностью. Впечатлило то, что вроде люди живут не в роскоши, не в такой богатой атмосфере и не шикуют. Но при этом они все счастливы. Я не знаю, это какое-то духовное познание их или что. Но люди не озлоблены, люди живут. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.